Четвёртый год Destiny 2 принёс нам сразу несколько новых перков для легендарного оружия. Какие-то из них сразу заинтересовали игроков, какие-то наоборот оказались слишком посредственными. В этом видео давайте коротко в пределах нескольких минут я расскажу о каждом новом перке, о том какие из них интересны, а какие нет. Поехали! Восстановление. Перк на перезарядку. Это оружие постепенно перезаряжается до двойного количества боеприпасов. Если обычно в вашем дробовике 7 патронов, то спустя некоторое время после использования перка в вашем дробовике уже 14 патронов. Очень неплохо, верно? По сути, это кобура с автоподзарядом на стероидах. Хорошая тема для ПВЕ. Хотя, возможно, тем, кто никогда не переключается на праймери оружия в гарниле и бегает только с дробовиком, полюбится и там. Двойной заряжатель. Перк, который также можно встретить на новых дробовиках. Описание гласит, заряжает два патрона одновременно, но снижает скорость перезарядки. Снижение скорости перезарядки довольно существенное, примерно в два раза. Но, все же, благодаря тому, что дробовик с этим перком заряжает по два патрона вместо одного, в сравнении он даже обгоняет обычную перезарядку дробовика. Разумеется, перк не для ПВП, а вот в ПВЕ может быть полезен на фазе урона по боссам. В том режиме, когда вы полностью опустошаете боезапас и потом начинаете дозаряжать дробовик и сразу выстреливать. Тут получается делать сразу два выстрела вместо одного. Вполне себе неплохой вариант. Перенаправление. При нанесении урона обычным противникам повышается урон, наносимый более мощным врагам. По описанию сразу понимаем, что это строго под ПВЕ перк. Получить этот перк можно на рейдовом револьвере или на рейдовой винтовке разведчика. Бонус к урону от перка накапливается аж до 20 единиц. И хорошая новость в том, что он даже не сбрасывается при перезарядке или если вы переключаетесь на другое оружие. Как только вы начинаете стрелять по противнику с желтой полосой здоровья, бафы начинают сбиваться по 5 стаков за выстрел. То есть при 20 стаках вы делаете 4 выстрела с увеличенным уроном. Если вы накопите от 5 до 20 стаков, то каждый такой выстрел по желтому противнику получит бонус почти в 100% урона. Неплохой перк для ПВЕ. Снова. Все же обычных врагов мы и так косим пачками и лишний баф к урону по мощным противникам ничуть не лишний на самом деле. Еще один интересный перк – рекомбинация. Стихийные добивающие попадания повышают урон от следующего выстрела из этого оружия. Перк довольно редкий, может считаться пока что рейдовым. Может попасться на снайперской винтовке и на дробовике из склепа глубокого камня. Как работает перк? Настреливаете мелких врагов из вашего пистолета-пулемета во второй слот, ну или из любого другого оружия. Потом переключаетесь на оружие из первого слота, на котором есть этот перк и делаете мощный выстрел. Бонус к урону за 10 стаков может достигать плюс 88%. Мне этот перк понравился. Я частенько использую рейдовый дробовик с точной рамой в этом сезоне, так что дополнительный баф для кинетического оружия очень кстати. Следующий перк Молодьба. При уничтожении противников из этого оружия восстанавливается небольшое количество энергии и суперспособности. Описание довольно волнительное, да? Бонусная энергия к вашему суперу. Главное, что нужно помнить, нет, этот перк не работает в пвп. Так что ролить его на оружии, с которым вы играете в гарнила, с расчетом на то, что вы будете чаще ультить, не стоит. В пве перк дает разницу примерно в 10 секунд, что может показаться кому-то незначительной цифрой, но если вы не сильно заморачиваетесь по какой-то причине за характеристики своего персонажа и у вас низкий интеллект, в смысле характеристика персонажа, а не у вас, то да, можно пробовать компенсировать время восстановления супера с помощью хотя бы этого перка, почему бы и нет. Один за всех. Успешные атаки по трем разным врагам увеличивают урон, наносимый в течении определенного времени. Да, описание звучит примерно как описание двух других перков в этом видео, да? Отчасти так и есть. Вам нужно поразить три разные цели, точнее просто ранить, а не убить, а затем вы получаете бонус к урону на следующий выстрел. Временной промежуток между поражением трех целей не должен превышать 3 секунды. Сам бонусный выстрел держится 10 секунд. Неплохо. По сути это как буйство, но без необходимости убивать врагов. Но бонус недостаточно хорош для пвп, так что можно применить только в пве. Хотя и для него у нас есть рубака или тоже буйство. Источник. Убийства из этого оружия восстанавливают энергию способностей, которая распределяется между незаряженными способностями. Если три способности, то есть граната классовой способности и заряженная рукопашная атака разряжены, то перк будет распределять бонус от убийств на все три категории. Если же на момент убийства у вас только одна способность разряжена, то весь бонус уйдет в одну способность. Не могу назвать это значительным приростом, так что сценарий использования перка, как и в случае с молодьбой. Если ваш параметр дисциплины, силы или мобильности низок, вы можете компенсировать до 20 секунд на восстановление гранаты с помощью этого перка. Далее излишки. Перк улучшает удобство, повышает скорость перезарядки и стабильность за каждую полностью заряженную способность. А вот этот перк более-менее применим в пвп, где благодаря даже одной заряженной способности у вас ускоряется скорость перезарядки оружия. Так что если использовать этот перк, то ставить в перчатки мод на перезарядку уже не столь обязательно. Ну а бонус к стабильности от перка не так заметен, даже если вы играете на геймпаде. Ну и цепная реакция. Перк на тяжелое оружие, ракетницы и гранатометы. Все также для пве. Каждое добивающее попадание из этого оружия приводит к взрывам, наносящим стихийный урон. Этакий фаерфлай для ракет. Хорошо подходит для того, чтобы с помощью тяжелого оружия зачищать большие толпы мобов. Не то чтобы вы не могли этого сделать с помощью основного или энергетического оружия, но все же делать бум большой пушкой приятнее. Вот в общем-то и все. 9 перков. Какие-то из них хороши, какие-то не очень. В любом случае, нужно примерять перк к разным ситуациям. Так что надеюсь, видео поможет вам понять, какой перк чего стоит, и вы будете проще ориентироваться в новом арсенале. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться. До свидания.